Добрый день, уважаемые зрители программы Русский мир, люди из страны, я Равитгор. Сегодня я хочу поговорить с вами о Бразилии. Мой собеседник, довольно необычный собеседник, он находится не в Бразилии, он находится сейчас в городе Санкт-Петербург. И я его пригласил побеседовать со мной через скайп о том, как он выучил русский язык и почему он оказался в России, в Питере. Моего собеседника зовут Кристиана Алвес. Кристиана учитель португальского языка, переводчик и блогер. В блоге, насколько я понимаю, он пишет о России. И для начала первый вопрос. Кристиана, когда и почему вы начали учить русский язык? Русский язык я начал выучить давно. Еще в детстве у меня была такая мечта изучать всех языков мира. Поскольку я знал, что английский был такой язык мировой. Я также был язык многих видеоигр, в которых я играл в детстве. Я тогда изучал сначала английский. Это даже, в принципе, было совсем непросто, поскольку я в детстве жил в маленьком городе, в котором даже не были преподаватели английского языка. Я приехал в другой город, в большой, и так что изучал английский в университете, испанский, который похож на португальском языке. И тогда принял решение изучать новый язык. И сначала думал либо русский, либо немецкий. Почему я выбрал русский? Сначала потому что я много слышал из-за детства. Так что я вспомнил свое детство. Россия часто была в Афиши. Я тогда был 14, учился. В школе были, например, русские революции, Второй мировой войне. И я сразу заметил, что Россия и СССР была такая огромная страна, которая играла в мире такую огромную роль. И поэтому я начал изучать русский. И, кстати, один фактор, который очень влиял на русском языке, другой алфавит. Все языки, которые я до сих пор изучал, это были языки, которые использовали латинский алфавит. И я считал, что это большие преимущества русского языка. То, что есть такой язык, который фонедика практически всегда совпадает с испутом. В отличие, например, от португальского языка. А как оказалось на самом деле? Ведь русский язык – это довольно сложный язык. Насколько я знаю, это четвертый уровень из пяти по уровню сложности. А на деле, наверное, оказалось непросто изучать. Вы знаете, я считаю, что когда вы что-то любите, так что не бывают сложности. И можно, даже есть, конечно, но можно их преодолевать, когда есть желание, когда есть форма. Понимаете, когда я начал изучать русский, у меня совсем не были никаких, у меня совсем не были материалов, кроме интернета. Сайты, которые были по-английски, там, соответственно, фонетика объяснили по-английски. И, в принципе, я мог, например, очень-очень мало изучать. У меня была, например, как музыка, я помню, как я все это начал в конце 90-х, когда даже быстрого интернета не было. Единственная музыка, которая у меня была, это был гимн из СССР, написан на так называемом транслите. Однажды я сказал, да, я знаю русский, я помню, как-то это даже размеялось. Никто меня не воспринимал всерьез. Некоторые люди даже думали, что я как-то с ума сошел. Но все это поменялось, как я познакомился с одной девушкой, которая была на две недели в Санкт-Петербурге, жила год в Латвии. Она тогда мне принесла такой учебник, который я до сих пор спрашиваю, как она нашла этот учебник. Он называется учебник русского языка на четырех домах от военной издательства. И как мы начали разговаривать по-русски, когда там были даже знакомые люди рядом, тогда все стали верить, что я точно вот что-нибудь знал по-русски. А это в Бразилии было? Это в Бразилии. Еще в Бразилии я был довольно успешный, удачный, можно так сказать, поскольку там я изучал испанский язык. И муж моей учительницы испанского языка был кубинцем. Профессор-доктор Карлос Руиз из Гаваны. Он учился в СССР в Минске. И как мы познакомились, тогда мы стали практиковать хоть раз в месяц. Мы читали вместе, например, новости из правды. Мы пели советские песни вместе. Он рассказывал о своей студенческой жизни в СССР, именно в Минске. О своих опытех в Киеве. Он там был. Он был в Киеве. И дальше я встретился с другими профессорами из КУДО. Между ними профессор Гильермо Бернатсо. Он меня научил, как правильно произносить буква У. Потому что является кошмар. Буква И? Да, буква У. Это сложная буква? Считается, она сложнейшая к каждому иностранцу. А скажите, кроме буквы И, какие еще сложности были в изучении русского языка? Русский, я считаю, что он нестойко сложный. Возможно, из-за того, что в самой Бразилии у нас много разных акцентов. И поскольку я был знаком с людьми из разных частей Бразилии. И в армии, и в университете. Так что я стал понимать динамика, нескольких звук. Получается, что это, в принципе, не было сложно. А склонения? Подяжи и склонения, это сложно? Подяжи и склонения, это сложно, поскольку, например, на португальском языке это, в принципе, не бывает. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в России, что вас привело в Россию? Я так понимаю, что когда человек изучает иностранный язык, он параллельно всегда впитывает немного из истории. И немного из культуры народа-носителя языка. Но, насколько я успел увидеть, вы не только впитали немножко, но вы очень полюбили. И, можно так сказать, что это очень сильно изменило вашу жизнь. Верно ли это? Все верно. Все верно. И по этому поводу я даже могу сказать, что, например, на Западе нам рассказали страшные истории о русских вообще. Потому что это все были плохие, потому что отрезают пальцы людей, которые что-то не делают правильно. Вот фильмы, американское кино нам показывало самых страшных вещей о русских вообще. Но я начал, например, даже по интернету общаться с русскими. И меня удивило, например, как мужчины, я мог с ними разговаривать то, что я не мог разговаривать, допустим, со своими коллегами в школе или в университете. Вот они могли, например, разговаривать о книгах, о военной технике, о разных темах, очень разнообразных. Я могу относить немецкий язык, но я не считаю, что с немцами это так просто общаться. И даже могу сказать, что это очень сложно. Русские, они, как правило, более открыты. И это сделало все еще интереснее. Получается, что когда я был 16-17, была одна девушка, которая действительно мне не понравилась, но она не была русская. И вот это самое интересное. Она была на самом деле украинка. Украинка из Киева. Мы вначале общались с английскими. Но был такой момент, который я хотел сделать ей сюрприз. Я считал, что не было одежды от меня. С ней постоянно разговариваться в таком языке, как он не являлся ее родным музыконом. Я тогда стал в практике каждую ночь послушать чековский и изучать русский. И так что был такой момент, который я написал ей совсем по-русски. И она была удивлена. Мы долго общались. К сожалению, мы никогда не успели встретиться. Когда мы прекратились общаться. Когда в 2013 году на Украине было такое безумие, известно, как Майдан. И я помню, как она засторонилась с Майданом. И, кстати, даже не первый раз. Поскольку еще в 2004 году я узнал, что она тоже участвовала в протестах против Януковича. И получается, что у нас был длинный спор. И был такой момент, когда она просто не сказала, а требовала от меня. Что я отказал практически все мои симпатии к России. Надо же. Я ее сказал нет. И представлял, поскольку, куда поедет этот Майдан. Представлял факты, которые известны даже в России. То есть о том, что, как сказал известный русский журналист, это на самом деле карнавал фашистов и извращенцев. И получается, что ее не понравились мои идеологические виды, мое мировоззрение вообще. И она тогда мне сказала, вот, тогда иди петь с Катюшей, со своими подругами из Петербурга. Потому что у меня было видео, которое я пел Катюшу на юге Бразилии с девушками из Петербурга. И получается, что она после этого меня заблокировала и больше не стала общаться. То есть, смотрите, какая большая ирония суть была. То есть человек, который возникал еще больше на интерес на русском языке, был такой человек, который отрисал, да, все мои мировоззрения, поскольку они были пророссийскими. Так произошло. Но у меня всегда был хороший круг друзей, люди, которые даже в дальнейшей России со мной общались. Мне очень помогали на учении русского языка. И как я приехал в Россию первый раз, это было в 2014 году. В 2014 году, после того, как встретились со мной с русскими, еще в Бразилии. До этого, например, моя самая первая встреча с русскими, это была в 2006 году, с одним другом из колонны, Сергей Липапов. Еще в 2011 году у меня была очень приятная встреча, практически невероятная, в городе Терезина с учителем Капуэйры из Урала, Сен-Гаруар Тащан. Он был вместе со своими друзьями тоже из Урала, из Челябинского. Еще в 2013 году были такие девочки, с кем я совсем случайно встретился. В 2012 году, на юге Бразилии, мы вместе пели в Катюшу. В 2014 году, поскольку это был год мирового чемпионата, там я встретился с парой, он из Владивостока, она из Белоруссии. Я был переводчик в Бразилии. Очень интересный момент. И тогда было еще другое событие, которое было совсем, можно сказать, самое грандиозное событие, в которое я участвовал. Это был Бритц. Отель Марина Парк, самый большой отель в Порталезе, меня нанимал, чтобы помогать со своими гостями из России. Эти гости, кстати, были практически целая Кремля. Там была, например, к сожалению, не помню ее первое имя, Абдулина, президент Центрального банка России, Сергей Лавро. Набиулина. Набиулина. Эльвира Набиулина. Там был президент СМХ, например, еще был Руслан, который сегодня является министром Башкортостана. И там был, конечно, наверняка президент РФ Владимир Владимирович Путин. Кому я успел только поздравлять, приветствовать, то есть не так, как он пойдет в салоне, он будет ежедневным, всем приветствовал. И тогда, после большой охраны, никогда в жизни не видел столько людей вокруг одного мужчины. Расскажите, пожалуйста, когда вы приехали в 2014 году в Питер, как вас встретила Россия? Было ли вам легко адаптироваться? Ну, язык вы уже знали. А привыкать все-таки к реалиям России, которая другой климат, другая еда, и очень много русских, которые все-таки менталитет немножко другой. Были ли какие-нибудь курьезные случаи? Да, на самом деле я приехал в нашу экономику в конце 2015 года. В 2014 году это был такой момент, в котором я решил побывать в древнейших городах России. Между прочим, Москва, Тула, Казань, Мурлиановск, Монину. В городах звезд, да, и в других. Менталитет я заметил, что было совершенно другое. Именно по сравнению с Бразилой, совершенно отличалось. Климат, климат, в принципе, он меня не испугал. Почему? Потому что, несмотря на то, что я приехал, даже не была точно зима, как потом меня выяснили, на самом деле, это было конца осени. Это был конец осени. Это было в конце ноября. Да, значит, что еще была осень. И получается, что на первый момент я вышел с аэропорта, сразу заметил большая разница, то есть даже среди пограничников. То есть у них все была такая форма, красивая форма. У нас в федеральной полиции используют обычную рубашку. Это было... Да, это отличалось. Я заметил страну со многими большими национальностями. Я помню, как в Череметьево, самый первый аэропорт в России, были, например, многие люди с азиатскими чертами. В Бразилии я практически никогда их не видел. Несмотря на то, что в Бразилии большое, огромное количество японцев, это, как правило, в Сон-Паулу. Я жил далеко из Сон-Паулы. Я заметил таких людей. Ну, русские самые. Они были... Я раньше видел белых людей именно на юге Бразилии, но я заметил, что они очень отличались по образу от таких белых людей, которые я видел на юге. Потому что там они подправляют как люди из итальянской или немецкой отраслаждения. Я заметил, например, как в автобусе там было все порядочно. Здесь никакие проблемы с транспортом. Транспорт, кстати, очень эффективен. Конечно, были такие моменты, которые были необычны. Например, когда я пошел в метро первый раз, я помню, как я думал. Здесь Россия, здесь порядок, здесь все люди, они следили за таких правил. И я помню, как два парня, они просто, как говорят, они прыгали зайцем. И одна женщина это видела и просто орала молодой человек. Молодой человек, но они так быстро бегали, что ничего просто не делали. Я просто думал с собой, блин, это даже в России есть такие люди. Это было, кстати, метро Планерное. Мы самые первые в России. Я замечу, что, например, и продавцы, и обычные люди, они нечасто улыбаются. Но я об этом не. Я об этом читал до моего года в России. И тогда я стал понимать, что, как правило, люди улыбаются. Люди улыбаются мало, но когда они улыбаются, это, как правило, это истинная улыбка. Скажите, пожалуйста, у вас в живом журнале, который вы ведете, и в Фейсбуке очень много фотографий, где вы одеты в старую советскую форму времен Второй мировой войны. Почему? Что это за увлечение? Почему вас это привлекает? История вообще очень привлекает. И то, чем касается Великой Единственной войны, я считаю, что документы должны быть важны, но только для России, но и для целой человечества. Таким образом, для меня это даже мужество веста. Большая честь, что у меня дома в России есть форма советской армии. Сегодня в России я занимаюсь реконструкцией, и таким образом это возможность например, понимать чуть больше от жизни, от таких сложных ситуаций. Реконструкция никак не сравняется с войной, но она дает каждому возможность понимать свое чувство больше о таких событиях, которые много лет назад не имели места в русской земле, и многие почитают этот момент. Я помню, например, как после реконструкции многие люди из семьи, даже дети, они попросили с нами фотографироваться, они почитали то, что мы делали. И я считаю, что каждый человек, независимо от возраста, или от национальности, или даже от пола, он должен почитать собственную историю. Впрочем, такая война является не только простая война, но прежде всего битва за местную свободу для многих народов. Скажите, пожалуйста, вы ведете блог на португальском языке. Я смотрел, но мне трудно понимать португальский язык, потому что он сильно отличается от английского, поэтому я хочу получить от вас ответ на тот вопрос, который я не смог выяснить самостоятельно. О чем же вы все-таки пишете, и для кого вы пишете? Я так понимаю, что пишете вы о России, о своей жизни в России? Как я сказал, я заметил, что на Западе есть люди разного сонка, между прочим, и туристы, и профессиональные историки, и политики, и режиссеры, которые исполняют магистральную роль, можно так сказать, на информацию о том, что Россия есть на самом деле. То есть люди, которые стараются постоянно и не оклеветать, и больших люди, которые совсем не понимают ни русский, ни менталитет русского человека, они стараются все это представлять отрицательным. Обычаи русские, они стараются представлять что-то ретро-град, что-то отрицательное. И я все это видел, особенно я был в России, и сейчас живу в России, я стараюсь показывать, как все есть на самом деле. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная Русь, в Россию, в Россию, всем сердцем влюблен я из нею останусь, навеки клянусь. Этот глав, он в принципе сейчас направлен на бразильскую аудиторию, но у меня уже планы, я это уже в курсе, я делаю перевод моих статьй с португальского, на русском языке. Мои планы, это прежде всего, найти людей, найти и издательство, которое поможет мне это все опубликовать в формате книги. Я советую вам обратиться с вашей идеей в фонд «Русский мир», для которого мы сейчас записываем эту передачу, который занимается популяризацией изучения русского языка и думаю, что это лучшее место, куда стоит обращаться с такими инициативами, рассказывать о России, о русских, о русской культуре, о русской истории для иностранцев, поэтому вот вам моя теплая рекомендация. Скажите, мы будем завершать нашу беседу, потому что у нас ограниченный формат по времени. Я заметил, что, мне кажется, Россия оказала на вас гораздо больше влияния, чем на некоторых других иностранцах. Насколько я помню из вашего интервью, данное в другом месте, вы приняли православие здесь, так ли это? А что повлияло на решение принять православие? Вы были же католиком до этого? Нет, я до сих пор у меня не хотела религию, по-своему, мои родители, они были с разных вер, так что они мне дали возможность выбрать свою религию, как я слабых взрослых. И я изучал разные религии, например, католичество, я всегда принял, я всегда специально обращал внимание на двух очень важных факторов. Один, это была, например, литургия и, конечно, дьявол, все это и другое была история. Я прочитал, например, о протестантстве, я был, кстати, в нескольких службах протестантства, и, честно, мне не было близко, близко, неудобно, и тогда я стал читать о православии и о христианстве вообще. Я заметил такие принципы, которые, они совсем совпадают с одновременными, которые, например, наша наука много лет попозже подтверждала. Например, грех, я сейчас забыл, как называется, когда человек слишком много кушает. Это вред даже для здоровья. То есть это все христианство знали много лет назад и только потом наука подтверждает. То есть много правды, много истины, которые если человек следует самим, если человек старается жить таким образом, он будет лучше жить. И я тогда принял решение принимать православие. Старался это сделать в Бразилии, но поскольку там очень мало православных церквей, такого не получилось. и поскольку у меня были 20 дней в России, тогда я принял решение именно в Куле принимать православную веру. есть такая боговодка от Александра Невского кто к нам с мечом приедет и из меча погибнет. Я считаю, что сегодня, в период таких тревожных временах, когда есть санкции против России, когда Россия старается подниматься, каждый честный человек, независимо от происхождения, каждый человек, который приедет в Россию, должен делать немножко по-другому. Он должен приехать с мечом, но чтобы добавлять новые силы до России и быть готовым защищать ее в разных диспертах, в том числе и информационных. Я с вами абсолютно согласен. Я принял похожее решение. После 20 лет жизни за границей в Израиле я решил приехать в Россию, чтобы остаться здесь навсегда и связать свою жизнь с Россией. А какие у вас планы в дальнейшем связываете ли вы свою жизнь с Россией? Можете ли вы в двух предложениях очень кратко, под конец, описать свои планы? Я хочу, чтобы многие, в том числе и русские, и бразильские люди, и разные национальности, не вспоминают, как человек, который приехал в Россию и показывал миру, что здесь живут люди, что здесь живут нормальные, добрые люди. Я думаю, что эта страна, чем можно гордиться, поскольку у нее очень богатая история, поскольку у нее, прежде всего, великая история борьба за свободу. За свободу в разных планах. И идеологическую плану. Потому что если мы смотрим, например, Россия, она была инструментом разных стран для озабождения этих самых стран. Например, против Наполеона. Это была Россия, которая побеждала Наполеона. Такое же самое можно сказать о Гитлер, такой тиран, который, это была Россия, то есть точнее СССР, озабождала огромную часть Европы от Гитлера. Сегодня на Западе есть такие вредные ценности, которые навязывают людям, и Россия, она противостоит таких ценностей. И из-за этого многие стараются акклевитировать эту страну. Но поскольку люди показывают правду, Россию, то такие русские, такие россияные, то какие ценности есть в России. Так что люди станут понимать, почему Россия сегодня играет эту роль. Таким образом, я понимаю, вы связываете свою дальнейшую жизнь и деятельность с Россией и собираетесь здесь оставаться еще надолго, правильно? Да. Я очень благодарен вам за интересную информативную беседу. И желаю вам успеха. То, что вы делаете, нам всем очень нужно. Я занимаюсь тем же самым. И я считаю, что россияне должны нас поддержать. Огромное вам спасибо, Кристиану. До новых встреч.